У нас судовое заседание объявилось сведо, который возникал, это инспектор патрульного службы, которые участвуют в своем учреждении разуме с патрульными инспекциями. Суд продолжает исследование, где доказательства входят с сторонами, а самая продолжается допить сведения. Будьте, пожалуйста, сведения. Продолжение следует... 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 что вы можете поведомить с приводом вынесения постанов, относительно прозрача и инфекциации данного прозрача? Все, что вы знаете, так. Мы двигались по проспекту Лобановска. Мы двигались по проспекту Лобановска, и именно перед перекрестем мы доехали где-то в ресторан, и, думаю, что я не помню, там, сбоку, здесь туда до ставка. И сзади нас на смугу для Лобановского транспорта выехал автомобильный цель бейси X-SX. И это мы увидели в зеркале, в бокове зеркало заднего огляда. То есть, когда он нас обогнал, мы ему звук и сигналы подали, направился за ним и уже спинили на улице Кайсара. Громадянка сначала не слышала, что мы спиняем, но потом остановились. Вот. Потом мы подошли к ней. Подошел он инспектор Мединский. То есть, я стоял сбоку, біля автомобиля, в зале. Я подошел инспектор Мединский, представился. Самое спілкувание не чувствовал, потому что я стоял далеко, и ветер, и шум. Самое спілкувание не чувствовал. После чего он взял документы и направился до нашего автомобиля, для вынесения админпостановы, направился до багажника автомобиля, потому что все эти материалы находились в папках багажника. Тогда подбегла до нас данная громадянка, она начала снимать на телефон и кричать, почему вы подошли до багажника, что вы хотите сделать с моими документами, что я пояснила. После чего складывали админпостанову. Потом подошли до автомобиля, ознайомили, сутью с усын, дали для ознайомления правила дорожного руха, именно эту статью, где написано, что рух выезд на самому громадского транспорта сделано мягче. И также объяснили, что именно где должно было сделать поворот правой. Что нам сказали, что там зона стрелка, почему мы должны были ждать, так много автомобилей стояли до святлофора. То есть в святлофоре мы стояли на червоне святло. А у них там зеленая стрелка, чтобы не ждать червоне святло и доехать до перехрестя. Там на перехрестке, саме на самом перехрестке, 15 метров, перехрестя, не доезжая, там нанесена розмитка, для того, чтобы сделать поворот правооруч. То есть до этого места они не доехали, не дочекаясь, выехали, сдали гиднецю смугу и продолжили помирать, сделали поворот. Мы это объяснили, надали листок для написания пояснения таких громадянок, и ознакомились с правым дорожным движением. Скажите, пожалуйста, фиксация вашего спилкувания была? Фиксация самих спилкуваний? Так. На видеоарестрателе так. У инспектора Мединской. Так. Скажите, пожалуйста, если вы помните, где-то, в каком месте Козойбач совершил маневр перестроения в крайнюю правую смугу для того, чтобы сделать поворот на улице Кайсана? Смотрите, там есть два ресторана, я так визуально помню, один ресторан ниже, там, где саме біля заезда, біля ставки, а другий выше, там еще и військовая частина. И вот десь, біля військовой частини, тобто, трошки ниже, тобто, не доезжаючи, а там, собственно, было, действительно, визнать сюда на смугу. И за что я, данные гражданцы, тебе объяснил, что, если вы ехали в том месте, то вам нужно было ехать в ресторан, а не ниже и поворачить в одном цю посаду. Трошкин, скажи, пожалуйста, а я тем, чем вы намагались запомнить автомобиль, каким поменялось? Мы включили проблеском маячки синего, ну, синий у нас был включен червонокольор, и подавали звуковые сигналы, тобто, как написано право наружную руку, и голосом так же сказали. Но, может быть, музыка играла, не знаю, то есть плавано чути в том месте, или звуковые сигналы, то спочатку командирка не остановилась, но позже трошки остановилась. Скажите, пожалуйста, вы надали при складании Игорь Санкт-Петханович, надали ли вам возможность посадочину в данной справе надати свою поясненную с приводу данного проопрошения? Так, поясненную Скажите, пожалуйста, я вам не думаю, че будемо слегка в действии этих обстановлений? Чи пояснивал деп. Мединский позывачок в справе суть правопрошения, без кучи ли ее зупинения, какие порушения вы это особисто чувствовали? Я это чувствовал, ну я же чувствовал, то есть я стоял в стороне коло автомобиля заднего автомобиля позывачки есть вопрос есть вопрос у позывачка? Пожалуйста Ну, первое, ваше честь Доброе, я сначала тогда запитание, а потом я сначала звоню вам на то, что доказы судов шановного свидетеля соперечить его доказам в рапорте И даже сейчас запитание остальное запитание Так, дякую Вы впервые увидели автомобиль позывача? Так Коли? Ну, там какая там числа не так Не помню Может это число відомо? 21 лютого 2016 года Коли? За яких обставин? Ну, за обставин, когда вы ехали на СМУ громадского транспорта вперше я побачу данный транспорт Где? На проспекті Водоноски 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 Автомобиль позывача где? Залей Саме на СМУ громадского транспорта Добре Хто перший побачит? Ви чи Мединский? Это я точно сказать не могу Добре Значит Ви памятаете скільки было Ви стояли ночью на СМУ Сколько автомобилей было перед вами? Перед нами? Я на реформе Не знаю Сколько автомобилей было після вас? Також нужно сказать что он потребует автомобиль Добре Значит орієнтир який? Ресторан Я написал это ресторан Дякую Я понимаю Скажите, пожалуйста на вашу думку яку відставь смуги для громадского транспорта ехали в автомобиль позывачки? Приблизно метрів 150-200 то есть это это возможно то есть то есть то есть то есть то есть сказать я не могу Добре Скажите, пожалуйста что были в этот раз на СМУЗе громадского транспорта другой ТЗ Гутя Дякую Скажите, пожалуйста на вашу думку какие основы для маневра на этом перекрестке есть то есть схема за которую на вашу думку надо вернуть право на Кайсарове перед самим перекрестем Кайсарове и проспекта Лобановского нанесена розмитка на 15 метрах перед перекрестем спец. из Болотушного дивиться где это нанесено перед самим перекрестем 15 метров перед самим перекрестем т.е. червоне светло другий ряд чекает автомобиль потом зелене светло рукается вторую смугу перед перекрестем перелаштовлено смугу обратились на это место соответственно вы изучали дорожные знаки прокомментируйте какие знаки есть я не изучал дорожные скажите пожалуйста еще основы для остановки автомобиля какие доказательные базы что помогает доказать что правило было порушено я не не понимаю вы понимаете звинувачения на указах грунтуете я не понимаю какие порушения правил заражения это было значит вы увидели автомобиль первое когда автомобиль с вами занимался мы увидели когда он был дальше за нами когда вы включили сигнал сразу после того как проехал автомобиль уже проехал и вы включили сигнал вы стояли перелаштовали и поехали скажите пожалуйста за сколько метров после поворота позвоните метров четыреста метров четыреста триста так добре далее кто подошел медицкий я так зрозумела так какие процессуальные дела вы не знаете не можете прокомментировать так а вот вы тут акцентовали увагу на то что вы выписали постанову так а потом подошли до позвоночника и дали им постанову для ознайомления и правила дорожного движения для того чтобы просто это я на видео так я не вижу это потому что вы сказали что там нема такого права взагалі нема такого и ваш человек который был с вами постановил что за кордоном все люди могут ездить так как захотят если они никому не заважают и что это не правило что человек который был со мной есть доказательства правопорушения которые вы контролируете так еще у меня есть вопрос вы выполняли патруливание так вы утверждаете что вы патруливали дорогой дорогой в этот час но сейчас вы выполняете службу не потому что вы никак посадочная вы продолжаете утверждать как вы написали что я просила меня расстрелять так вы сначала когда я подошел инспектор Мединский была думка вас попередить так как это выходный день и достаточно возможно было вас попередить но когда вы сказали что если я порушил стрелять то то это было то Мединский даже после того как вы писали постановку ее скасировать нет вы сначала сказали когда я до вас ему подошел буквально два последнего вопроса на основе каких порушений правил дорожного рука меня извините выяснил вы помните номер правил 17-1 вы можете вы понимаете что вы можете сказать что у вас есть у вас есть скажите пожалуйста еще раз повторюсь смуга на которой рухается транспортный засоб он значительно знаков была специальная линия когда вы увидели автомобиль с с на какой степени по смузе рухался на по метре ну точно сказать не могу потому что за холостопор ну мы стояли за метрами 150 до перекрестя но автомобиль за метрами 100 от нас метр 250 300 точно сказать я не могу ну просто таке будет вопрос сколько вы приблизительно оформляете протоколи постановки а как вы относитесь к я акцентую внимание на то что он может не помнить все детали потому что сколько метров вы в день за двое сколько мы по основному в среднем это 4-5 это если выбрать по правилу дорожную руку но еще не правило дорожную руку то есть то есть в принципе много по сути когда вы представили вы почему вы объяснили причину права дорожного руха что вы каким чином вы пояснили ну как бы спочатку мы пояснили право дорожного руха что сейчас вызываешь она сказала что такого там нет написано когда мы приносим пояснили она она сказала я особисто правило дорожного руха для ознайомления она показала и вопрос не в том что нарушили не нарушили позиция что за 30 метров 50 100 метров она выехала не в дозволенном месте а на 100 или 50 метров это показано в первом пояснилении то когда вы спали обмин материал вы дали ознайомиться и дали еще раз подручник право дорожного руха для пояснения и в этот момент дозволили телефоновать юристу для ознайомления и как правильно все сделать мы не заперещали но я с вы под время вы под процесу до 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 до